Ну и еще раз здравствуйте, и тут уже здравствуйте напоследок, дорогие друзья. У микрофона друг, это студия игрокам ТВ при поддержке Team Empire. Мы начинаем трансляцию решающего матча тайбрейка между командой Empire и командой Virtus.pro. Это битва за выход в сетку винаров. 100% битва за 100% выход в сетку винаров. Позади уже сыграно два матча в данном противостоянии Best of 3, поэтому как бы третий матч решит абсолютно все. Кто выигрывает эту катку, тот по сути немножко облегчает себе движение по стадии плей-офф. Команда Empire забрала себе Undyngo, также забрала себе Dazzle, Гирокоптера и Templar Assassin. Со стороны команды Virtus.pro комплектация тоже чудовищно крутая. Там Кентавр, там Лина, Рубик, Винтерд Виверн и Шадоуфинд. Ну и вот он, Магнус. Вот он, вот он, вот он. Наконец-то Магнус для Йоку появляется в пике у команды Empire. Resolution это Templar Assassin, Алоха Дэн забирает себе Undyngo, Always One Offline это Dazzle, Silent это Гирокоптера. И со стороны команды Virtus.pro тоже, в общем-то, без новостей особенных. Lil будет играть у нас на Рубике. FNG играет на Винтерд Виверн, Шадоуфинд от Года и Лидан будет фармить на Лине и Фобос. Это Кентауэр Варраннер. Ну, теперь, собственно, сразу по интересным противостояниям. Гирокоптер как Керри и Лина как Керри. На кого бы вы поставили? Лейте, конечно, Лина убойная. По сути, она успевает стрелять столько, сколько Гирокоптер Флэгкеноном успевает продамажить тоже по всем. По сути, очень даже хороший герой, который имеет нереально крутую дамажищую комбинацию на старте. И который Клейте, если матч Долейтыдов, она еще и покрутиться умеет вот так красиво. Великолепно просто. А что умеет Гирокоптер? А то вот так умею крутиться, говорит Гирокоптер. А Лина, конечно же, а я вот так умею крутиться. 30 секунд для борьбы. Все, Гирокоптер проиграл. Нет, один поворот и все, конец. А Лина просто угорает здесь. А Лина празднует победу уже. По поворотам, конечно же. Ну давай, Сайверт. А здесь вращается, 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 вращается. Ну, Лина тут что-то кастует, я так понимаю. Так вот, ладно, возвращаясь в адекватную реальность, по поводу Лины. У Лины рассказ изначально очень крутой. Тут и год заразился, да, этой хренью? У Лины изначально очень крутой рассказ. Магический. Ну и после этого еще и физдэмэдж вырастает до нереальных пределов, благодаря потрясающей скорости атаки. Так что, что один, что второй. По сути, один вроде Интовик и тот, который переворачивает катки, а другой тот, который эти катки формирует сначала до конца и не надо их переворачивать. Не приходится переворачивать команде. Ну, Лина здесь будет не одна, саппортить ее будет Лил на Рубике. На Мидлейн команда ВП отправляет Годан на СФ и ФНГ на Вентальд Виверн, пока что будет с ним. Резолюшн на Темплар Ассасин. Темплар Ассасин против Шадоу Финда, это самое на самом деле оно. Алоха Дэнс тоже вместе с Темпларкой. Дабл Мид от команды Эмпайр. Так, Магнус у нас огреб от Иллидана, и вот вам Ферст Блат. Просто поднимает Лил в телекинез под ноги Лайт Страйкеры от Лины, и это первый фраг от команды Виртуз Про. Немного, конечно, по голде, но в таком важном принципиальном матче ФБ, это, мне кажется, психологическая бомба на самом деле. И лучше бы ее не отдавать своим соперникам ни одной, ни другой команде. Резолюшн 5 на 2 у Года в это время 5 на 3. Ну и Артик Бёрд пошел от ФНГ, начинает пилить здесь резолюшн, а резолюшн постоял, посмотрел. Очень даже зря. Надо было бежать отсюда. Так, проседает по ХП, always wanna fly. Фобос пинает как может только, стампит и дальше по голове наваливать. Здесь уже дабл отвод, очень даже дерзкие стейты малые здесь, и медведи. И медведи одного зажали он. Не может выйти ни как бедняжка. Ну и Флай, по идее, должен харасить Фобоса, а Фобос через пассивку идет, и Флаю самому больно, когда он пинает Фобоса. Тем более, Флай минимум ХП, по-моему, минимум из всех вообще героев на карте на данный момент. Флай бьет, а сам получает. Бьет и получает. Ну и Йоку на сложной линии. 5 на 0 у него, или дан в это время 9 на 4. На медлейне год 13 на 4 у него, и резолюшн 9 на 3. У Года, в принципе, все неплохо. У него Некромастри в 2 вкачано, практически полный заряд уже. Тут копейки осталось до 22. Ну и по идее, в соло, конечно, Темпларка комфортно имеет условия. С руки год не так сильно будет пробивать ее, потому что рефракшн, во-первых, и Койлы тоже разбиваются в рефракшн, что, естественно, Темплар Ассасин делает более-менее безопасное стояние на медлейне. Сайлент 16 на 9. По Крепстату точно такой же, как и Год, только денаев больше. Или дан 14 против 13 от резолюшна. Ну, в принципе, очень ровно по Крепам идут игроки обеих команд. Ну, Кентавр проседает по ХП. Это опять Олвусу на Флач. Через Позен Тач пилит здесь Фобос, а у Фобоса 150 хелдспоинтов остается. Отригениваться нечем. Фобос побежал на Фонтан. Выдарили его игроки команды Эмпайр со сложной линией. Ну, и здесь точно такой же Йоку. Здесь Йоку то на Фонтан, то на Линию, то на Линию, то на Фонтан. Абсолютно похожая история. Рубик уже приобретает Аркан Буци. На четвертой минуте Лил как-то это вообще смог сделать. Я понимаю, что ФБ это дорого, но мы видели в Fight Recap. Это не настолько дорого, насколько у тебя сейчас по артефактам. Год пока что без батлы у Резолюшена. Боттл уже гуляет. Хотя и у Года, по-моему. Да, у Года тоже в Курьере гуляет Боттл уже. Алоха Дэнса здесь пинает в Интер 2 вернут ФНГ. ФНГ под хостой. И Алоха где-то тут между товарами. Затаился Курьер, идет через ФНГ. А что это такое? Да это же элементарно. Это же было видно. Артик Берн от ФНГ. Курьера Монсиат, Монсиат, Монсиат. Игроки команды Empire неужели спасают Курьера? Да, в итоге спасают Курьера. А почему так много надо было ударов Курьера? Я не очень понял. Раньше же меньше было. Два удара обычно хватало. Неужели Артик Берн какой-то особенный? Я, честно говоря, не понял, почему Верна так долго пилила Курьера. 46 дэмэджа. Ну, хорошо. Сколько у Курьера дефа? У Курьера 10 дефа. Ну, видимо, через... Ладно, ладно, ладно. Потом это все обсудится. Ну, команда Empire. Пока что по голде проигрывает команде Virtus.pro. Тысячу с копейками по экспириенсу. 600, даже больше. 800 проигрывает ВП. Год на мидлейне. 32 на 6. Резолюшн 26 на 7. ФНГ под Артик Берном. Выходит на резолюшн. Алоха Дэнс заманивает на себя года. Ставит Тамбу. Ну, и резолюшн нет вариантов похилиться сейчас. Но и Томпстоун, в принципе, так. Более-менее своего варианта. Какой-то зацепки особенно не получила команда Empire. На сложной линии Редан. На легкой, точнее, 33 на 17. А здесь на легкой Сайлент 39 на 12. Тоже очень даже неплохо все получается. Резолюшн забирает руну на топе. И на ботами руна достается Аллу Ходенсу. В этом вопросе команда Empire переиграла Virtus.pro. Ну, и такая более-менее пассивная дота. Никто не хочет ошибаться. Никто не хотел умирать. Так что... Я думаю, что может эта дота будет затянутой вплоть до финала вообще. А может и наоборот сейчас. Какие-то маломальские артефакты вывезут команды. Да пойдут меситься. Тут такое в противостоянии команды СНГ творится, когда кто-то кого-то убивает. Сразу война просто начинается. Сразу пошла месть. Надо ловить, надо ответку, надо камбэчить. И начинается супер-пупер экшн. Резолюшн напиливает по году. Трэп под ногами угода. Угода восьмой левел. Год, в принципе, по КП нормально. Все здесь у него Винтерд Виверн прилетает. Резолюшн развернулся и ушел. ИТП отменяется. Кто-то летел сейвить. Его, по-моему, это был Рубик. Да, так и есть. Рубик пытался подсейвить. У нас Резолюшн не понадобилось. Лил с Аркан бутсами. По идее, фарма никакого не имеет. Поэтому и больше лил ничем, кроме стаков и отводов крипов, не занимается. Хотя, нет, ни его, ни его. Батла, батла к году принадлежит. Ну и поставили центривард игроки команды Virtus.pro на мидлейне. Обезопасить мидлейнера от трэп. It's a trap, guys. Появляется... Пауэр трэдс у Темплара Ассасин. Ну и по крипам Гот. Ух, как хорошо идет Гот. 61 на 7. У него против 40 всего лишь. Резолюшн в это время. Курьер Рейдентов куда-то умер. Я так понимаю, никто это не делал из команды Empire. Хотя здесь, хотя здесь Сайлент и Алоха Дэнс. Конечно же, конечно же, курьер Рейдентов умер по их вине. Долговато так Вивер напилило. Эти как-то быстро съели курьера. Я даже не успел переключиться. Резолюшн продолжает фарм на мидлейне. 47 крипов у него уже есть. Возвращается назад в Вивер. Где же в это время СФ? СФ пошел стаки убивать. Имеет полное право причем. Алоха Дэнс в это время делает стаки для Резолюшн на мидлейне. Как там гирокоптер поживает? У Сайлента 58 на 20. И он почему-то с лайна ушел против Фобоса. В Соло решил не драться. У Фобоса в принципе... Не думаю, что так много вариантов расковырять. Так, СФ это время Алоха Дэнс. На Андаинге убил. Видите, что вы все так делаете. СФ просто поднялся сюда и просто развалил... Что это было вообще? Как это? Шадоу Финт убил Алоха Дэнс. Так и было. Странно даже немножко. 2-0 становится счет. 1500 по золоту Виртус Прови тут. По экспириенсу 2,5 для них. Но я лохо передумал. Походить больше стакать, как я понимаю. Пока предостаточно. Нижний лайн. Лила остается здесь подфармить. В это время Иллидана отправляется в лес. У Иллидана уже есть. Есть уже Войт Стоун. И готовится к приобретению Иула. Лина. 8-го левела Лина. СФ 9-го левела. У СФ Реквиемов Сул уже появился. И, кстати, у Года есть Хедреска и есть Баклер. Как дела у Резолюшина? Резолюшина дела... Не очень. Резолюшин недоотводил крипов. Еще одна пачка Эншентов. Теперь в... Деньги Темпларки не превратится. Есть уже ПТ у Резолюшина. Есть у него Боттл. Есть у него в Рейс Бент. И, по-моему, он... Огол Ди сильно отстает от... Мидлейнера команды ВП. Год обыгрывает Резолюшина на... 1300. СФ СФом, конечно, но тут Резолюшин... Реально по фарму... Ну, намного слабее картина. Конечно, Год фармливает не только свой Лайн, но еще и Леса. У него такая позиция здесь. Это достаточно легкая тема для... СФ, играющего за сторону Редиант. И что, отводить кто будет? Никто пока. Год под Смоком. Под Смоком здесь Винтерн Виверн. И Лидан тоже рядом. У Лидана есть Лагуна Блейд. У Лидана 4-го Легла Драгонслей, Флайт Стрекера и 2-го Дэй Файрис Сол. Все, в принципе, имеется. И сейчас будут ловить, скорее всего, на Эншетах Резолюшина. Флай здесь. Здесь Алоха Дэнс. Поставили Центрик. ФНГ влетает у нас с Хайграунда. Ульта пошла у нас от Флайна в случае драки. Ну и здесь вместе с Сайлентом забирают всех Эншетов. Крюки команда Эмпайр не подходят ВП. Они понимают, что здесь ни один, ни два героя. Здесь, в принципе, практически вся Тима. Йоку переместился на Топлей против Фобоса в Соло. Резолюшин покупает себе Митрилхаммер. Вполне может быть, что это будет ранний Дезолятор. Иначе, наверное, Угр Клаб появился бы. Хотя, наверное, от ситуации будет зависеть. Мало ли что там получается. Если у команды хорошо идет какой-то этап игры, то артефакты становятся агрессивного плана наступательного. Если, конечно же, давят команду и она сливается и начинает проигрывать, то артефакты в основном защитного плана приобретаются. Фобос наполучал от Йоку, или мне так кажется? У Йоку есть уже почти седьмой левел. РП, если что, есть. Ну и команда Эмпайр перемещается на Мидлейн. Лила отдает Рокет Барадж. Не Лила, а Сайвент отдает Рокет Барадж для Лила. Ну и пока что просто стояние. Стояние на Мидлейн. Под смоком команда Эмпайр на Рошана пошла. Да, провязали трэп, зашли под смоком на Роху. Тут по Вижену у команды Виртуз Про. Секунду. ВП не видят Рошана. ВП не видят, но пингуют туда уже ФНГ. Вот, собственно, Вижен команда Виртуз Про. На этом и заканчивается. Винтерный Вивер. Полезет сейчас, потому что не буду открывать. Полезно, Винтер Вивер, но видела, кто там бьет Роху. Роху разваливают. Сайвент нам в подходе поставил кулдаун. И где Вивер на, кстати? Куда ты делась? ФНГ просто делает тэп аут. В этом файте участвовать у него желания никакого. И уходит ФНГ. Мандэймпайр перемещается на нижний лайн. По идее, могут и снести тавер. Хотя тут на миде можно потерять в то время тавер. Резолюшн с ДД. Пока есть ДД, пока есть рефракшн. Можно быстренько попытаться сперить сторону. И сторону полностью, конечно. Тавер, естественно. Я об этом... Продолжают бить тавер. По идее, команда ВП его и не задефает. ВП выходит на мидлейн. И на мидлейн заберут тавер практически со 100% вероятностью. Лейли Дана отходит тавер по мидлейн. Рубик покупает даггер. Как ты это делаешь, Лил? Из ниоткуда просто какие-то артефакты у него. Рубик покупает даггер. Покупает даггер Фобос. И появляется ПТ у Андайинга. Что там с даггером для Йоку? Йоку во вражеском лесу тусит. И это опасная, по-моему, игра. Иллидан... Ой, Сайлент тоже. Сайлент сейчас встретится с Иллиданом. Видит Иллидана. Хуминг Месила нету Сайлента. Трэп пошло в подноги Лине. И Стампид от Кентавра. По сути, спасает Лину. Ну, Йоку нет даггера, поэтому файтиться здесь не получится. Рубик забирает еще и кулдаун. Достаточно удачное приобретение от Рубика. Причем ничего для этого делать не надо было, кроме как 25 маны потратить. Поэтому толпой теперь врываться придется под собственным кулдауном. Это не самая приятная вещь для команды Эмпайр. Виртуз Проба играет по голде 4000, по экспириенсу 30 копейками. Год на топ-лейне. Года лоу-хп... Лоу-маны, кстати. Фобос рядом. Фобос сейчас, скорее всего, будет врываться в Йоку. А здесь очень много игроков команды Эмпайр. И... Улетает у нас отсюда СФ. Побежал, побежал, побежал. Хастай есть у Года. Он понимал, что может свалить. И сваливает. У него уже есть Яша. У него есть Белт оф Стрэндж. Будет выходить Сашу Яшу. И... Темплар Ассасин от Резолюшена приобретает себе Дезолятор. Все-таки будет атаковать Резолюшен, а не стоять на фтыкозе. Окей. Даггер приобретает себе Йоку. Ну все. По идее, Эмпайр укомплектованный для Масс Файтера. У Гирокоптера, правда, ничего нет. Но, наверное, ничего и не будет пока. Сэндж приобретает себе Сайлент. Укрепиться хотя бы как. Флагкэнон 4-го левела. Рокет Барадж тоже 4-го левела. Ну и Сайлент с Доминатором. И Сэнджем может, в общем-то, и подраться. Кулдаун сейчас возможно будет... Ну, невозможно, а скорее всего будет кулдаун 2-го левела. Я думаю, что 11-й здесь должен забрать Сайлент. Йоку с Эмпауэром 1-го левела. Так повесь на Сайлент, а там мучается пацан. Как сложно, да, без флагкэнона. И не хватает Сайлента флагкэнона тут. Одного. И все, под Эмпауэром наконец-то стал Гирокоптер. Ну и 11-й левел уже есть для мейн-керри команды Эмпауэр. Мне кажется, или голова засветилась у Гирокоптера. Или руки. Руки, руки, руки у Гирокоптера засветились у Эмпауэра. Надо было продумать все это. И там я слышу колдаун. Это от Рубика 100%. Лил на Лунафлайя. Магнус у нас прыгает. И непонятно вообще, кого бить. Скивер от Магнуса. Далековато, конечно. Заехал Йоку. И вообще не в ту сторону. Мы не убили в итоге Лунафлайя игроки команды ВП. Хотя потратили колдаун, который был у Рубика. Краденый. Ну и Артик Бёрдн от Винтердвиве. Понеслось. По идее, Тауэр быстро очень будет падать. Ну вы видите. Без крипов. Просто через машинку, через Темплар Ассасин. Который есть изолятор. Очень даже быстро команда Эмпайр сносит. Центральную линию. Фобос с Даггером. Вышли за Фобосом. Фобоса здесь видит Йоку. Но РП не юзает Магнус. Фобоса, наверное, правильно. Будет вариант и получше. РПшка очень дорогой спелл. Так, в это время рассыпается на Мидлейне Алоха Дэнс. По классике, в принципе. И забирает его. Или Даннер. Остался полностью. Есть у него Еул. Есть. Лагуна Блейд. Конечно же, это не проблема совершенно для Лины. Ну и Год перемещается на нижний лайн. 560 на руках у Года. Мека есть. И Сэнджин Яша тоже имеется. Есть Боттл. Есть ПТ. В принципе, СФ укомплектован очень хорошо. Ну и да. Еще бы не хорошо. У него первый нетвост на карте. Дальше идет Герокоптер, у которого, по-моему, Сэнджин Яша тоже есть. Да, Яша летит в Курьере для Сайлента. Есть также Доминатор. Есть Фейсбуцы. Мэджик Вонт. Все это, в принципе, понятно. Ну и Лил прыгает на Сайлента. И просто РП по 2 эмот Йоку. Кулдаун по голове Фобосу. Фобос лохэпешный. Ох, Лил там, конечно, напугал Сайлента, по-моему. Да какого Сайлента? Даже меня напугал. Он ворвался и просто начал строке гаража, по-моему, в ответ напуливать по Сайленту. Это какое-то месиво такое происходило. Страшнейшее. 2 в 0 в итоге дерется команда Эмпайр. Счет становится 3-2. И они зарабатывают по голде 1400. По экспириенсу 2-100. Ну и 1000 голды просто Герокоптеру капнуло за этот файт. Йоку вот зачем ждал у нас РПшку. И не тратил ее Фобоса в соло. Ну и можно идти дальше на Тавера. У Резолюшена. Дезолюшена. Блинк Даггер появляется. Поэтому теперь и врываться. В принципе, Резолюшен. На Алоха Дэнса нападает Резолюшен. Все это за Винтерн Виверн. Когда ее уже порежут, непонятно. Резолюшен уходит отсюда. И минус Алоха Дэнс. В очередной раз Алоха Дэнс отправляется в Таверну. Резолюшен идет по лоу-граунду. У него есть Мелд. Но одним Мелдом тут не вывести. Лил дальше за Резолюшен. Откуда у тебя Блинк? А, у него есть Даггер. Лил с Даггером уже давным-давно. Он всего лишь обычный саппорт Рубик. Который купил себе на второй минуте Аркан Буци. А на десятой Даггер. Йоку привозит Фобоса по Таверну. Ульта пошла от СФ. А практически никого не задела. У дамаги так точно минус Фобос пока. Что кулдаун по двоим. Лил забирает Рокет Барадж у Сайлента. Готлов ХПшный под Флэкен. Она начинает настреливать Сайлента. Резолюшена поднимают в телекинез. Резолюшена Даггер через секунду. По-моему сейчас СФ просто разорвется. Резолюшен забирает СФа. ФНГ под Кулд Эмбрейсом себя. И здесь Сайлент просто его разрезает пополам. Дабл килл от Сайлента. Ой вот резолюшена точнее. И вообще трипл килл от команды Эмпайр. Три в один подрались с Империей. И 1900 по голде заработали. И 3800 по экспириенсу. На 20 минуте 21 счет становится 5-5. Вот это я понимаю за руба двух принципиальных соперников. Российское дерби. СНГ команды которые борются за выход в сетку винеров. Это очень важно. И каждая из команд это прекрасно понимает. Поэтому и агрессия. Поэтому и выходы во вражеский лес. Поэтому и сливы в конце концов. Фиты, ошибки. И все это не может быть если на матч абсолютно класть. Поэтому естественно матч получается достаточно эмоциональный. И Лидан от команды ВП. Мейн керри команды ВП приобретает себе Солл Бустер. Неужели это будет со старта Актерин Король от Лины? Или Бладстоун все-таки приобретет себе Лидан? Сейчас узнаем. Но Солринг я не видел у Лидана. Поэтому есть мне кажется вероятность того. Что может Актерин Король вообще первым артефактом будет для Лины. Ну а что? Демеджа добавляет. Маны добавляет. От лагуна Блейда в принципе. Достаточно сколько здесь. 420 пускай будет 680. Четверть от этого это 150, 100, где-то 160 себе хп регенит. От этого с пыла. От этого тоже 60. Ну и от этого 80. 140 здесь и здесь 160, 300. В принципе за раскаст еще и 300 хп себе Лина отгрызет. Ну у Лины уже давным-давно купил Солринг и рецепт на Бладстоун. Пока я всю эту хрень высчитывал своим гуманитарным умом. Разрезают пополам там Дазла. Так ему и надо. Не надо входить без взрослых. Такое вообще неспокойное время. Гирокоптер приобретает себе рецепт на БКБ. Есть Митрилхаммер и Доггерклаба. Остается Сайленту. 600 голды приносит себе Лина Бладстоун. Давайте я пробегусь быстренько по артефактам, чтобы понимать у кого что есть и на что можно рассчитывать в файтах. Лина с Бладстоуном. Юл у нее есть Кентавр. Собирается в Кримзенгвард. Вангвард у него уже есть. БКБ есть. И там у Квилбуцы тоже есть. Лил. Странно, где Доггон 5 левела от Лила? Вообще из ниоткуда деньги берет. Кто-то тут подостановился. Винтер Виверну. Это Фенгарг. Анбудси. Гюст Септер тоже есть. И Лина. Все, Лина закрывает этот парад ненужных вещей. Команда Эмпайр. Гирокоптер до БКБ еще 100 копеек. Резолюшену прилетел или прилетит сейчас Блэкинг Бар. В Курьере уже несется. Есть Дезолятор, есть Даггер у Алоха Дэнса. Ничего интересного. Урдов Шаттл с Пауэртрет. И Дазл от Always on a Flyer. Медальон в Кураж. И Бутсов Спид тоже для него. Не все, в принципе, все, кроме Йоку. Йоку не заметили. Огрклапу Йоку. Йоку тоже, скорее всего, будет с Блэкинг Баром. Чтоб не топал на него Кентавр, как я понимаю. Да, чтоб не топал на него Кентавр. Ношный. У Сайлента есть Блэкинг Бар и БКБ есть у Темплар Ассасин. По сути, команда Эмпайр неплохо укомплектовалась у них. Ничего себе, что у них. Тут ВП выигрывают 7-5 по фрагам, а Эмпайр с 4 в 0 вообще ушли по графикам. И вообще графики перетащили на свою сторону. По чуть-чуть, по кусочку отковыряли. Так, Даззл, мы говорили тебе, ну не ходи ты сам, Флай. Флай успел на себя бросить Шалу Грейв, но как-то разбился немножко. 8-5 становится счет. Если бы не Даззл, то было бы 8... Ой, было бы 7-5. Это умозаключение, да? К 8 часам утра и 14 часу стриминга. 8-6 становится счет. Кентавра разменяли на Даззла. По большому счету, размены очень даже удачные для Империи. И в их пользу. 170 голды заработали Эмпайр. 912 по экспириенсу. Ну и Эмпайр впереди по золоту. Почти 1000 по экспириенсу в 0. Тоже графики ВП. Надо задуматься. Что-то не так пошло, и они это прекрасно должны понимать. Они выигрывали четверку. А это, знаете ли, на 12-й минуте очень даже нехилый результат. Здесь в итоге полетел Мелт. Новый интересный, красивый от Иммортал Рук. Резолюшена. Прилетает Афангессер. У Йоку есть Даггер. У Йоку есть РП. Иллидан, скорее всего, Сайлента здесь разберет. Хотя нет, выживает Сайлент. Не хватило Иллидан? Не хватило. По приземлению гирокоптер не успел ПКБ проклацать. Сколько там? Неужели там какая-то еще скорость каста? Наверное. Не проклацал ничего Сайлент. Непонятно. Может, понимал прекрасно, что рассказ ничего ему не сделает. И скосить тебе одну секунду БКБ не стоит. Наверное, может и да. Тогда он вообще крутой. У Резолюшена 1400 на руках. Питается Вангвард для Лоха Дэнса. Наконец-то хоть какая-то комплектация в плотности. А то он немножечко туговато здесь по игре шел. 12 крипов у него. Всего 3 смерти. 1 килл, 1 ассист. Очень маловато. Митрилхаммер есть у Йоку. Огрклаб уже в этом билде лежит. И осталось... Ой-ой-ой-ой. Сколько осталось? 800 где-то голды Магнусу дом. Приобретение Блэк Кинг Бар. Ну как там Эллидан поживает? У него есть поинт-бустер. Полторы тысячи на руках. Аганим скоро появится от Лины. Как там СФ? Саша Яша имеется. Ultimate Orb. От года. Ну и я так и знал, что что-то там в Курире еще летит. А это что? Это... Это что-то? Это Eye of the Scud. Артефакт за... Пять с лишним кусков. Пять с половиной. Вот такой вот штор. Конечно, по фарму Гот тоже хорошо себя чувствует. Но Сайлент его обгоняет. У Гирокоптера дела отлично идут. Ultimate Orb приобретает себе Сайлент. Тоже, скорее всего, на скаде позарился. Ну и в это время падает вышка от команды Empire на туплейне. Почти есть БКБ от Магнуса. Ну и ВП опять в плюсе идут по голде. Они снесли Тавр. Они вообще молодчаки. 2500 по экспириенсу тоже отковырнули от команды Empire. Команда Empire в вражеском лесу. Гот видит здесь Алоха Дэнса. Теперь видит Сайлент и не может понять, кого бить. Кого мне бить за это? Какого черта вы здесь делаете? Кого бить первым? Конечно, Гот явно не перетрухнул в данном вопросе. Отковырял по кусочку и ушел. Готу тут Black King Bar необходим, потому что... Потому что необходим в принципе. Открываем дым. ИНТРИГУЛАЯ МУЗЫКА Ну и на центральную линию подходит Фобос, Лил недалеко, у Лилогио Септер появился, это из новенького. Прыгает Алоха Дэнс, Тамбуль сейчас, через секунду, уже готов подставить, но некому ставить её. Никто не хочет смотреть на Тамбу Алоха Дэнса. Спрячь её. Господи, да спрячь ты Тамбу, люди смотрят. Алоха Дэнс в итоге Томбстон так и не поставил, потому что команда Virtus.pro просто разбежалась. Скади появляется у Сайлента, но Гирокоптер тут по фарму в порядке. Всё у него вообще, а в Скади есть, Энжиньяши есть, БКБ есть. МКБ от Гирокоптера, мне кажется, и вообще не обязателен в данном случае, хотя может быть СФ. Ааа, не обязательно, очень даже обязательным. Талисманов Эвэйшн появляется у Года, я подумал, что против такого керрика Клина МКБ, наверное, и не обязательно, можно криты собрать, а тут же есть ещё СФ. План Б, если вдруг Лина не зайдёт, как Керри, с 5-ю зарядами в Бладстоуне. Алоха Дэнс осмелел, вышел на линию, а здесь ФНГ сейчас Соло будет расковыривать Алоха Дэнс, который, кстати, умирает больше всех, говорит наш статсмен в пике, вообще в составе команды Эмпайр. В среднем 8+. Появляется Кристалис уже для Резолюшена. Резолюшен на третьем месте отстаёт совсем немного от Года, и это, кстати, проблема у Года. Потому что Темпларк оформит не так хорошо, как это делает СФ. Да вообще никто, по идее, не фармит так хорошо, как это делает СФ. Сколько не наблюдаю, во всех матчах СФ потрясающий. ДПМ имеет, а здесь 570 у него и у Сайлента 607. Но это Сайлент уже выше головы проиграл. Что вы заладили, Лина, не Керри, Лина, не Керри, Керри Лира. Лина, Керри. Хороший, конечно, Керри, но... Просто много лишнего. Например, слишком много интеллекта, и слишком мало дэмэджа, и очень мало брони. И нет никаких дополнительных фич на обычный физдэмэдж. А так, 100% Керри. Даже 200%-ный. Сайлент, Сайлент, без Аэги. Аэгу отдали Резолюшену. Темпларку вообще непросто убить. Здесь есть БКБ, здесь есть Рефракшн, поэтому Резолюшен, в принципе, вне зоны доступа команды Виртуз Про. Но, если вдруг пропрет, конечно, ВП, то на всякий случай здесь есть Аэга. В принципе, Даггер и Рефракшн тут, по идее, Темплар вообще не должны ловить. И Сталис есть от Резолюшена. У Йоку уже есть Флэг Кинг Бар, у него есть, конечно же, Таггер. Ну и ждем РП. В принципе, начало файта должно быть от команды Эмпайр. У них все есть для врыва, у них есть кулдаун Гирокоптера третьего левела. Здесь есть РПшка вторая. В общем-то, можно врываться и подвозить всех под кулдаун Гирокоптера. Но там Флэг Кэннон, там все остальное, Дейдаллус уже прилетает Темплар. Только же видел Кристалли в руках Резолюшена. Только-только подлетал. Сайлент что-то задергался немножко. Криты по 720 пошли в Резолюшена. Понесло его у Сайлента 3-400 на руках. Есть уже Кримзонгвард у Фобоса. Есть также у него Пойнт Бустер. Угу. Значит, увидим сегодня Аганим на Кентаври, я так понимаю. Вообще, посмотрите, насколько игра отличается от первой и от второй. По количеству фрагов. 35 минут сыграно и всего лишь 15 фрагов сделали команду. Причем не сказать, что кто-то там сушил игру. Нет, они вроде как ходят, вроде ищут соперника, но встречаться им не удается. Потому что грань вот эту не переходит. Аж приятно на... Этембилд смотреть. Резолюшена, все по цветам, все красиво. Красное внизу. Все остальное вверху. У кого-то есть еще такой красивый этембилд? Нет, здесь, конечно, мазня полная. Вы верно, не алло. О, здесь тоже Юл бы вниз перетащить. Ну, Лина... Ну, Лина Керри. Ну и Рубик... Рубик проигрывает. Больше, конечно, нет ничего подобного. У гирокоптера, конечно, забавно все смотрится, но... В целом не то. Только Резолюшен тут по фэншу и все разложил. Ну и Сайлент прилетает на Путсов Тревел, на нижний лайн. Пока в это время команда Эмпайр... По команде Верку Строй решила подпушить позиции Тим Эмпайр. Сайлент распилил Тавер. Тавер убивает. У него есть сыр, если что. Но Резолюшена есть Аэга. В случае файта, в принципе, достаточно. Ну и что, неужели Эмпайр просто отойдут? Не должны. Хотя Резолюшен надо отхилить хотя бы чем-то. Просто так идти и быковать 600 хп, если у тебя... Хотя вот, в принципе, все. Хп пул не такой уж и большой Резолюшен. Выхилить его до полного состояния могут. Ну и Сайлент. Пошел фуллдаун по году. Сайлент подшал угрейвом. Начинает настреливать. Сыр есть у Сайлента, он съедает сыр. Ну и минус сторона от команды Эмпайр 100%. Сторона сыпется. Резолюшен с руки очень больно бьет по стороне. И никто из ВП не умер. Они просто отошли. Они провязали стампит и отошли. Фобос прыгает не очень удачно. Он вступил на Сайлента. Сайлент включил БКБ и начинает ногу Фобоса назад в него возвращать. Который он пытался стукнуть. Забирают Аэгуу Резолюшеном. Пока что разменяли Кентавра в Резолюшеном. Но с той разницей, что Резолюшен сейчас поднимется. Сразу же под ноги Лайтстрайк и Рэй постоял. Темпларка немножко отдохнула. И на года прыгает Резолюшен. Год лоу КПшный. 150 КП. Все бьют Сайлента. Никто не любит Сайлента. На нем ульта от Винтер Ливерн. Байбек от Лины. Кулдаун под ноги в году. И по сути Эмпайр должны отсюда отходить. Если хотят конечно же выжить. Потому что Виртус Про в принципе злые. Им снесли сторону. Причем так бестеремонно. Вроде как без драк. Все было спокойненько. Никто никого не убивал. Все было хорошо. Тут на тебе такой агрессивный выпад со стороны команды Эмпайр. Ну и Эмпирия с 2.5 до 7 сразу же свое преимущество увеличила. И по экспириенсу с 2 от Виртус Про до 0. Вот таким наверное и должен быть матч Best of 3. Тайбрейк между двумя российскими коллективами. Такое вот СНГ дерби. У Герокоптера есть Демон Эльш и 3000 на руках. Сейчас у Сайлента будет появляться Манки Кинг Бар. Как я понимаю. В принципе байбэк Сайлент же не тратил. Нет Сайлент не тратил байбэк. Поэтому не знаю. Деньги либо будут потрачены. Либо оставят на всякий случай на байбэк. В любом случае у Сайлента деньги есть на приобретение Манки Кинг Бара. Ну пока у нас небольшая пауза. Давайте посмотрим артефакты. Солар Крест есть у Дазла, у Сайлента. МКБ в общем-то может уже быть готов. Саша Яша есть. Есть Афзис Карри, Хермов Доминатор и Блэк Кинг Бар. Ондайн с Кримзон Гвардом. Есть у Ондайнга также Урнов Шаддлс. И Пауэр Трэд с Резолюшн. 4300 на руках. Будет ли здесь Манта Стайл? Скорее всего будет. Потому что мне кажется, что Эмпайр будут или Манта Стайл, или это будет Баттерфляй для Резолюшн. Почему думаю, что может быть... Понятно, что бабочка, она как бы посерьезней, как артефакт. Но почему думаю, что может быть Манта Стайл? Потому что команда Эмпайр будет идти и вот таким вот макаром пушить, как сейчас они делали. Они не убивали соперника, они просто шли и... То один бьет, то второй бьет. Они разменивают Аэгу, они делают еще что-то там полезное. Ну и Манта Стайл очень крутой. Вопросе контроля иллюзий. Иллюзий все равно дамажить будет много. И Тауэр, по идее, должен сыпаться. Ну и у Йоку... В принципе, ничего нового после Блэкингара не появилось. Ну и команда Virtus.pro. Давайте перед файтом каким-нибудь серьезным посмотрим, во что одето. У Года есть Бабочка, у Года есть Афскарио, есть Сэнжиньяша и Мека. У Иллидана на линии есть Аганим, есть Бладстоун, Сьюл и 2-100. Но на руках для Лины, ну, Бладстоун с маленьким количеством зарядов, это, конечно, проблематично. Вы видели, да? Иллидан купил Гиперстоун. И... Продал его, приобрел себе Ultimate Orb. Ultimate Orb, скорее всего, в... Не знаю, думаю, в Хекс, наверное. Субтитры сделал DimaTorzok. 2-800 на руках у Темпларки. Есть Деменедж, скорее всего, Манки Кинг Барр будет для Резолюшиона. Хотя, и... Не знаю, даже вторые криты были бы не лишними Темпларки. По-моему, Эмпайр против Ньюби, если не ошибаюсь, играла. Когда один крит от Темплар пополам разорвал Эмбер Спирита. Перефармленного достаточно плотненько. Там Резолюшиона на Темпларке. Отжигал 1100 криты сейчас у Темпларки. Ну, Деменедж, скорее всего, все-таки МКБ, потому что с ССФом придется бороться. Никуда этого ССФа не деть. И бабочка от года, естественно, неприятностей доставить может команде Эмпайр. Так что будут, наверное, постараться довернуться. Иллидана ловят в собственном лесу. Стампид пошел у нас от Виртуз Про. Сайлент под Шалугрейвом начинает настреливать по Году. Изолюшион Блэккинг Барк год развалился. Сайлент по-прежнему живой. Всех дерутся под Том Стоуном, Кримзон Гвард, команда Эмпайр. Потеряли только... Только-только Олвейсу на Флайд. Дальше за Лилом. Куча муми залила. Ой, за Лилом. За Иллиданом, конечно. 4 в 1 файт от команды Эмпайр. 9-13. 42-ая минута. 9-13. 1600. По золоту выиграли Эмпайр. По Экспериенсу 5500. Странно даже. 4 в 1 на 42-ой минуте, согласитесь. И так дешево фраги стоят. Но потому что не дрались до этого. 9-13 черт. Да и преимущество немного у команды Эмпайр. Точнее, у Эмпайр нормальное преимущество. И Виртуз Про не так дорого стоит. Ну и на хайграунд заходит команда Эмпайр. Есть байбэк у Фобоса. Есть байбэк у... Есть также байбэк у Рубика. Фангэ в Фолденбрей себя прячет. Но, скорее всего, Фангэ никуда отсюда не уйдет. Минус от Фангэ. Вообще сложности. Это 5-ый фраг команды Эмпайр за последние несколько минут. Ну и на мидлейн переходит команда Эмпайр. А что? А что? 16 хп. 16 хп. Он стоит. Никуда он не девался. Тауэр стоит. Центральную линию сейчас. Даже если суицидить, Тауэр-то стоит внизу. Ой, барак, точнее, стоит внизу. Все, барак отвалился. Ну и это мега-крепы для команды Эмпайр. Они просто уходят от себя. Не оставляют 1 на 1 команду ВВП против мега-крепов. И у Виртус Про единственный шанс, мне кажется, это пойти сейчас. Попытаться подраться и снести своих соперников. С мега-крепами ничего здесь не выйдет. Гирокоптеров здесь нет. Лина Керри не спасет. Ну, команда Виртус Про затянула данную игру. Здесь есть Гирокоптер и здесь есть Танклара Сакси. Которые, в принципе, по дамаге просто чокнут. И Клейте становятся чокнутые до жести полныши. И что это означает, дорогие друзья? Это означает, что команда Эмпайр выигрывает данный матч и выходит в сетку винаров. Команду Эмпайр в всех соцсетях и в прочих местах, в общем-то, скопления народа, комьюнити, фанатов. Уже обижали. Уже рассказывали, что какая там нафиг сетка винаров. Максимум, не знаю, 50 тысяч и поехали домой. Ну, теперь в сетке винаров дела уже поинтереснее. Команда Эмпайр выходит в сетку винаров и, к сожалению, к сожалению, огромному, не в данном противостоянии, а в целом, команда Virtus.pro вынуждена будет в лузерах точно так же, как это будет вынуждена делать команда Na'Vi.